МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Смертельное ДТП, голый перформанс и новый очаг опасного вируса. Конечно, неудобно ездить. Страшно ездить становится. Страшно ездить по Улан-Удэ, когда залатают дорожные ямы. И запах тут даже был, и мор рыбы был. Просто вот к берегу рыба погибала. Не мертвое озеро Катакель. Что с ним стало? Держим руку на пульсе, надеемся, что там тоже все будет благополучно. Готовы ли школы города ко дню знаний? Там были дикой планеты. А еще какие мультики делаешь? А еще смотрю, говорю, холодное сердце. Наши или западные? Какие мультфильмы выбирают улан-уденцы? В Бурятии с начала года стали чаще совершать преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их число увеличилось на 57%. Такую статистику представили в прокуратуре Бурятии. Также возросло количество особо тяжких преступлений. Например, стало больше дел, связанных с мошенничеством, вымогательством и изнасилованием. При этом в республике стали реже убивать, грабить и распространять запрещенные вещества. Вы смотрите новости на ТВ в студии Дарья Белева. Здравствуйте! Чем еще запомнились последние сутки в Бурятии, расскажем в рубрике «Главное за день». Смертельное ДТП произошло накануне в Заиграевском районе. 44-летний водитель на Ниссан Либерти проезжал по берегу реки Курба, съехал в воду и перевернулся. В результате мужчина скончался на месте. Всего за сутки в Бурятии произошло 22 аварии. Накануне спиртные напитки приезжали, может, вчера, может, откуда, может, или сегодня. Немного выпивали, да? Спрашивают, как имеется запах алкоголя небольшой и нарушение речи. Улан-Уденка лишилась «Лексуса» за пьяную езду. Первый раз женщину оштрафовали еще в июне прошлого года. Второй раз в нетрезвом виде за рулем она попалась уже в апреле 2023-го. Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ с учетом мнения прокурора назначил наказание сроком 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. В Улан-Удэ задержали пьяного таксиста. О подозрительном водителе сообщили бдительные горожане в чат-бот ГИБДД. 37-летний мужчина просто ездил кругами по улице Забайкальская. Его задержали и составили протокол. Машину забрали на штрафстоянку. Всего с начала года благодаря чат-боту задержали 42 пьяных водителя. Ни стыда, ни совести, ни одежды не оказалось у этого Улан-Удэнса. Все случилось недалеко от торгового центра «Юбилейный». Ночью там отдыхали несколько мужчин. Один из них, видимо, был настолько пьян, что решил устроить голый перформанс. На место происшествия сразу направили наряд ДПС. Личность мужчины устанавливают. Второй очаг смертельно опасного вируса появился в Иволгинском районе. Напомним, в этот понедельник в селе Каленово обнаружили лесу с бешенством. На следующий день там сразу же объявили 60-дневный карантин. Всех животных начали прививать. Еще одну зараженную лесу нашли мертвой накануне. Улан-Удэнского бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, 39-летний подозреваемый, руководитель строительной компании, заключал договоры на изготовление и установку ворот. Но в итоге обещания не выполнял. Ущерб составил около 2 миллионов рублей. Возбуждено 6 уголовных дел. Мужчине грозит до 6 лет колонии. Клещи продолжают нападать на жителей Бурятии. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день они покусали чуть меньше 3,5 тысяч человек. В их числе 836 детей. Почти половина пострадавших подцепила паразитов на отдыхе. 31% в населенных пунктах и 23% при уходе за скотом, сборе дикоросов и заготовке дров. В Улан-Удэ идет плановый ямочный ремонт. Пока мы собирали фото и видео проблемных для автомобилистов мест, прошелся тот самый ливень. И ям стало еще больше. Повлияло, лишалось стихии на сроки запланированного ремонта. Как скоро ездить по Улан-Удэ можно будет без опасения повредить авто, смотрите в следующем сюжете. Накануне в своих соцсетях мы спросили у горожан о вечной проблеме – ямах на дорогах. И среди сотни комментариев с ответом везде появлялись и конкретные адреса. Мы на улице Хацином-Сараева, рядом торговый центр юбилейный. Буквально в пяти метрах от нас кладут новый тротуар. А про вот эту небольшую с виду яму, видимо, забыли. А это улица Московская, недалеко от элеватора. Как вы могли заметить, здесь тоже яма. И ни одного предупреждающего знака. Даже ковышки, обтянутые красной сигнальной лентой, не поставили. С этих съемок не прошло и недели. Зато прошелся аномальный ливень, который во много раз усугубил ситуацию. Пострадал и участок дороги на проспекте автомобилистов. Только в прошлом году с горем пополам закончили его ремонт. А мы, в свою очередь, следили за процессом. Мы находимся на проспекте автомобилистов. Здесь ремонтируют дорогу. Но, как обычно это бывает, без происшествий не обошлось. Буквально вчера в эту яму свалился автомобиль. Прошло два дня. Мы решили поискать предупреждающие знаки. И нашли. На обочине, правда. Подрядная организация «Дорстройинвест» в прошлом году подарила нашей редакции довольно много подобных инфоповодов. Несмотря на все погрешности в процессе, ремонт этого участка дороги все же состоялся. Но, к сожалению, с испытанием стихии он не справился. Опасно ездить. Так и машину угробить можно сразу. С колесами. Полностью. Вчера попадали прям в яму. Да, вчера попадал. В какую копеечку обходится каждое попадание в эту яму? Ну, недешево, так скажем. Ходовую, да, действительно, раз где-то в год приходится менять. Около 10-15 тысяч выходит. Ну, конечно, неудобно ездить. Страшно ездить становится. Ну, я думаю, что вот сейчас потихонечку начинают ремонтировать. Яма на Смольна была. Сегодня проехала, ее сделали. И правда, дорожные препятствия сотрудники КГХ устраняют очень оперативно. Нам удалось пообщаться с одной из бригад. Ну, до этого проводились ямышные ремонтные работы до дождя. А после дождя опять ямы вылезли. То есть в этом же году до дождя здесь вы уже ремонтируете? Уже ремонтировалась дорога, да. По времени сколько займет еще у вас ремонт вот этого участка по проспекту? Должно сказать, не могу. Даже примерно? Примерно. А как давно начали ремонтировать участок? Сегодня. Только сегодня начали? На центральной дороге у нас сегодня ямышный ремонт закончен. И сейчас переходим на периферийные дороги. Планируем, что к концу недели мы завершим устранение последствий дождя. А плановый ремонт ям обещают завершить к концу сентября. Если вы знаете, какие участки дороги также нуждаются в восстановлении, не молчите. Жалобы на испорченный асфальт принимают в районных администрация города. Екатерина Быкова, Кирилл Мышков, Артур Звершевич, Баир Дугаров, Александр Семенов. Телекомпания АТВ. Другим темам. Катакель – излюбленное место отдыха жителей Бурятии в 90-х и начале нулевых. Прекрасные виды и всегда теплая вода. В 2009 году озеро закрыли для посещения. И лишь спустя 10 лет туда вернулись туристы. Почему так произошло, в каком состоянии водоем сейчас и что с ним будет дальше, расскажет Антон Симонов. Прекрасные виды и теплая погода. Все прям как в воспоминаниях, как в детстве. Когда мне было лет 6-7, я был на Катакеле последний раз. С того момента изменилась только вода. По ней видно, что с ней что-то не так, она какого-то странного зеленого оттенка. Кстати, в 2009 году водоем закрыли для посещения туристов и рыбаков. И так продолжалось 10 лет. А виной всему сточные воды, цветение водорослей и сильнейшая антропогенная нагрузка. Как итог, озеро стало опасным для местной фауны. У рыб выявили гавскую болезнь. Это острое пищевое отравление. Дальше ее подхватили животные и люди, которые питались этой рыбой. За период с 3 июля по 6 августа 2008 года было зарегистрировано отравление с 16 пострадавшими. С диагнозом алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия. Из них один с летальным исходом. 30 января 2009 года зарегистрирован 17-й случай аналогичного заболевания. С того времени ситуация улучшилась. В озере уже купаются и даже ловят рыбу. В прошлом году Катакель вошел в федеральный проект сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Сейчас на месте работает Байкальская строительная компания. На данный момент работаем по очистке озера Катакель. В очистку озера входит очистка донного отложения, ил, камыш и водоросли. На протяжении от берега метров 30 и на протяженность 3 900 километра. Мероприятие закончено до 1 октября 2024 года. Дальше мониторинг соответствующий и уже необходимые рекомендации к проведению дальнейших работ. Дно чистят с помощью так называемых геотуб. Почти 4 километра береговой линии разделили на 9 участков. На каждый из них приходится по 5 таких баллонов для грязи. Ил, донные отложения, весь мусор, который там есть, засасывают в эти геотубы. В геотубах она собирается и обезвоживается. В одном геотубе 120 кубов, 125-130 кубов. От 125 до 130 кубов. По итогу из-за очистительных работ северо-восточный берег закрыт для туристов. За посещение оставшейся части катакеля отвечает бурь природа. Антон Симонов, Жаргал Ордынеев, телекомпания АТВ. Поговорим немного о пожарах. Каждый год в Бурятии они уничтожают сотни гектаров леса. Один из способов локализации огня – создание минерализованных полос. Когда перед идущим пожаром вспахивают землю, вырубают деревья и очищают от всего горючего. Парадоксально, но в некоторых селах возле Байкала этого делать нельзя. Жители рискуют как минимум лишиться домов. А как максимум? Почему так, расскажет Дорси Беданов. Это одно из немногих уцелевших деревьев во время страшного пожара в 2017 году. Тогда огонь уничтожил половину села Черемушки. Опасная близость домов к лесу и наоборот лесов к домам в центральной экологической зоне Байкала сохраняет угрозу возникновения подобных пожаров. В общей сложности огонь уничтожил 21 строение. Без крыши над головой остались 35 человек. Среди них была и Галина Николаевна. На ее участке каким-то чудом уцелел гараж с мезонином. Мы дома были и даже не чувствовали. Соседка позвонила, говорит, Галина Николаевна, мы горим. Я говорю, как где? Она говорит, с озера идет это самое, дым, пламя, горит скалтус. Тушили этот пожар более 12 часов. На подмогу пришлось вызывать из Красноярска самолет Ил-76 с тоннами воды. Обуздать огонь смогли лишь поздней ночью. Сгорело быстро, потому что был ветер, ветер очень сильный. Водин, вот, где-то после обеда, наверное, он начался, да, и все это само обгорело и пошло туда. В отношении главы сельского поселения Гремячинское даже возбудили уголовное дело. Тогда в селе Черомушко не были выполнены противопожарные мероприятия. В общем, если бы вовремя была какая-то, говорю, сделана полоса противопожарная, такого бы, конечно, не произошло. Парадоксально, но сделать ее было нельзя тогда и нельзя сделать сейчас из-за действующего закона о защите Байкала. Леса зачастую подходят вплотную к населенным пунктам, но трогать их категорически запрещено. Не, это все сгоревший лес. Вот сосна, кедры, не кедры, лиственницы, они же все горят. И вот, вот, вот все рядышком близко. Село Черемушка, равно как и множество других сел, расположенных в центральной экологической зоне Байкала, рискует вновь стать жертвой огненной стихии. Здесь есть риск как уничтожения сел огнем из леса, так и лесов из-за пожара в селе. В обоих случаях рискуют люди. Изменить ситуацию могут новые поправки в пока абсурдный закон о защите Байкала. Их уже приняли в первом чтении. Дорож Себеданов, Артур Звержевич, телекомпания АТВ из Прибайкальского района. Впереди небольшая реклама. После нее вы увидите... Держим руку на пульсе, надеемся, что там тоже все будет благополучно. Готовы ли школы города ко дню знаний? Там были дикой планеты. А еще какие мультики любишь? А еще смотрю, говорю, холодное сердце. Наши или западные? Какие мультфильмы выбирают улан-уденцы? Сочные фрукты в Абсолюте. Виноград Киш-Миш. Всего 168 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Продолжаем выпуск. С чем у вас ассоциируется Байкал? Для нашей редакции это живописные пейзажи и хороший отдых в кругу близких. Теперь все это можно получить в одном месте и с комфортом современного отеля. Недавно такую гостиницу открыли в поселке Новый Инхалук. Подробности в следующем сюжете. Эти кадры мы сняли в декабре прошлого года в поселке Новый Инхалук. Тогда там только устанавливали один из первых модульных отелей в Бурятии. Зимой он еще не работал, а сейчас эта база отдыха – одна из лучших в пятиминутной доступности от Байкала. Приехали мы из Иркутска. В Инхалуке неоднократно были. Выбрали этот отель, потому что он по комфортным условиям содержания. Ну, самый комфортный, наверное, и здесь находящийся. У нас 10 номеров, 5 домиков. Каждый домик двухэтажный. У каждого номера отдельный вход. Соседи друг другу мешать не будут, у нас также шумоизоляция. Сердце отеля – баня с купелью. Излюбленное место отдыха для релаксации. Да и вся концепция модульных номеров направлена на уединение и расслабление. Отель под названием «Атмосфера». Мы закладывали в это название очень большой смысл, потому что мы хотим для наших гостей устроить те условия, в которых бы они отдыхали не только телом, но и душой. Мы пригласили повара из Москвы. Он будет готовить завтраки для наших гостей. Также у нас зона для завтраков будет. Руководство отеля «Атмосфера» в поселке Новый Инхалук не останавливается на достигнутом. Сейчас здесь строят мангальную зону и крытые беседки. Так это выглядит на дизайн-проекте. Закончить ремонт они планируют в сентябре. Все это стало возможным благодаря грантам на модульные отели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Антон Симонов, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Многие родители хотят отдать своего ребенка в школу с лучшими условиями. Они обращают внимание на внешний вид здания и техническую оснащенность кабинетов. Сегодня выбрать наиболее комфортный вариант проще. Ежегодно школы Улан-Удэ обновляются. О том, как продвигается подготовка к новому учебному году, рассказали депутаты Гурсовета. Подробности далее. Лето подходит к концу, а это значит, совсем скоро начнется новый учебный год. Депутаты Гурсовета взяли под контроль подготовку школ ко дню знаний. В Улан-Удэ в четырех учебных заведениях подходит к концу капитальный ремонт. На эти цели было выделено 790 миллионов рублей. Большая часть денег из республиканского бюджета. На данные цели предусмотрены расходы на сумму почти 543 миллиона рублей, за счет которых комплексно ремонтируется здание школ номер 13, 1-го корпуса 25-й школы, школа номер 37 и 52. Срок окончания ремонтных работ, согласно условиям договоров, это у нас 25 августа. Подрядчики и директора школы, комитета образования у нас уверили в том, что все будет благополучно. Есть время, будем надеяться, что так и будет. У нас открывается новая школа. Держим руку на пульсе, надеемся, что там тоже все будет благополучно. Однако есть опасения, что подрядчики не успеют в срок. Жители аэропорта переживают, что подрядчик не успеет закончить ремонт школы номер 37. До полной готовности объекта невыполненными остаются еще 30%. Люди беспокоятся, потому что у нас тоже, сами знаете, с марта месяца дети четвертую семену не учились. Ездили в 44-ю школу, в 8-ю, также на дистанционке. Но есть, да, есть волнения небольшие. Капремонт в Улан-Удэ ждут еще 33 школы. Работы планируется провести в следующие два года. Сейчас же до начала учебного года депутаты будут выезжать с проверками на объекты. Александр Гостев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Дебаты о том, что лучше русские или зарубежные мультфильмы, ведутся на протяжении многих лет. Что выбирают наши горожане? Родные анимации с уникальным национальным стилем или американские с высоким качеством графики? Ответы в свежем выпуске «Улан-Удэ-Лайф». С момента выхода первого мультфильма в мире прошло более ста лет. С тех пор анимация развелась до огромной индустрии. Теперь каждый может найти мультфильм на свой вкус. А что нравится «Улан-Удэ-Лайф-Дэнсам» узнаем прямо сейчас. Какой у вас любимый мультфильм? Ну погоди. Ну погоди, смотри. Сложно сказать, но в детстве любимый мультфильм был «Тачки». Наверное, «Тайна Коко». А российский? Ну погоди, у меня был диск. Ну, наверное, «Ну погоди». Ну погоди, это уже вы, наверное, пятый человек, который говорит «Ну погоди». Ну это мой любимый мультфильм, кстати. Ну это же мультик детства. Вы как работник кино, расскажите, какой у вас любимый мультфильм? Мультфильм? Ну, Маша и Медведь. Кунфу-Панда. Снежная королева. Хороль-Лев. Чем он вам нравится? Ну, очень красивая анимация. Прекрасным саундтреком и смыслом про дружбу, про отношения, про любовь, про семью. Какой из у тебя самый любимый мультфильм? «Трансформеры». Нам были «Дикой планеты». А еще какие мультики делаешь? А еще смотрю «Холодное сердце». Это только «Кубка бог». Русские мультики или американские, что лучше? Я думаю, американские. Русские мультфильмы. А почему? Ну, они со смыслом добрее. Естественно, какие-то наши скажут, да? Как вы считаете, сейчас больше российские мультфильмы или зарубежные популярны? Зарубежные. Ну, судя по тому, как младшие братья у меня относятся к мультикам, то они удивительно любят советские мультфильмы больше всего. Особенно у меня младшего брата впечатлил «Завенитый ежик в тумане». Конечно, российские. А он сказал, что я ничего не понял, но это было очень интересно. Мы все ничего не поняли, но это было. Да. Почему сейчас зарубежные мультфильмы популярнее, чем российские? Ну, в первую очередь из-за качества. Из-за яркости. Потому что больше каких-то приколов, которые сейчас детей интересуют. У них сюжет интересный, продолжительный сюжет. Он как фильм, он смотришь. Как можно было бы улучшить ситуацию с нашей российской? Закрыть зарубежные мультики вообще полностью к просмотру. Тут уж попалось, наверное, большое количество денег нужно, чтобы догнать качество, найти сценаристов в прошлом. Когда есть выбор, естественно, выбор падает на зарубежные мультики. Вот в плане мультипликации там просто надо финансирование, надо определенных людей, которые, знаете, как в видеоиграх бывает. У вас есть геймдизайнер, который четко знает, как должен идти весь этап работы. Да, конечно, сейчас развитие идет в России, но, видимо, не настолько, что все равно ценные кадры, они уходят и уезжают за границу. Ну, а что остается, то остается и снимают, делают мультики. Хотелось бы, чтобы мультиков было побольше, наверное, хороших, красивых, красочных. Такие мнения у наших гиржан. А что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Далее вас ждет еще один интересный и полезный сюжет. А я на этом с вами прощаюсь. Больше новостей в наших соцсетях. Не забудьте подписаться. С вами была Дарья Белева. Всего доброго и до встречи в эфире. Сейчас в салонах оптики ССЭК проходят дни экспертной оптики, где профессионалы подберут для вас современные линзы для очков. Для многих из нас проводить время за компьютером или в телефоне более 8 часов в день уже норма. Как итог, каждый третий житель Бурятии имеет плохое зрение. Сейчас, когда нагрузка на глаза выросла многократно, очень важно сохранить здоровье глаз. Как это сделать, знают в оптике ССЭК. На самом деле нас с вами окружает огромное количество проблем, которые связаны с ярким солнцем, с излучением вредного сине-фиолетового света, которое идет от гаджетов, окружающих нас просто повсеместно. В оптике ССЭК на этой неделе я провожу обучение, которое позволяет сотрудникам всегда быть в курсе последних новинок, которое позволяет сотрудникам быть экспертами в оптике и подобрать каждому клиенту индивидуально очки по его зрительным потребностям. Оптика ССЭК – это единственная оптика в Бурятии, которая обладает международным статусом силуэр-эксперт, что, опять же, подтверждает экспертность сотрудников. Эксперты оптики ССЭК учитывают не только индивидуальные особенности зрения, но и образ жизни клиента, а также комфорт. Все, чтобы подобрать идеальные оправы и линзы для очков для каждого. Я по радио услышал об акции вчера и решил прийти, посмотреть, что предлагают по этой акции. Подобрать линзы фотохромные. Очень хорошо, интересно. Все рассказали. Подобрали то, что нужно. И думаю, наверное, сейчас приобретут. Дали скидку 40% сразу. Очень приятно. Лето заканчивается. Блиться в рабочую атмосферу после отпуска или удачно начать учебный год можно, приобретя новые умные очки с современными линзами. Еще с хорошей скидкой до 40%. Тем более, что сейчас в оптике ССЭК большое поступление прав на любой вкус. Сохраните здоровье глаз себе и близким. Покупайте очки выгодно и приятно. Свежие овощи в Абсолюте. Помидоры. Всего 88 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. В Оптик ССЭК жаркие скидки. До 50% на солнцезащитные очки и линзы для очков. Создай свой новый мир в очках от Оптик ССЭК. Будьте яркими. Будьте стильными. Покупайте очки выгодно и приятно. Ваша Оптик ССЭК. В Улан-Удэ Стальмоз требуется электросварщик, токарь, резбонарейщик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессорных установок, инженер-конструктор, технолог, бухгалтер по расчету заработной платы, менеджер коммерческого отдела. Телефон 505-505, добавочный 105-8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok